С детства нас учат, как вести себя при пожаре. А для школьников нашего города плановая эвакуация – дело привычное. Каждый год ребята повторяют правила поведения при пожарной тревоге. Так, для учеников школы номер 9 новый 2015 год начался с учебной эвакуации, благодаря которой учителя и сотрудники МЧС смогли напомнить детям, как важно знать правила поведения при возгорании в школе. Цель этих учений – это отработка взаимодействия преподавателей с экстренными службами города, отработка плановой эвакуации, порядок вывода детей на подготовленные площадки, ну а также действия пожарно-спасательных подразделений по ликвидации условного пожара на территории школы. Незадолго до начала сентября все учебные заведения проходят проверку службы пожарной охраны. В начале учебного года учителя инструктируют ребят и учат пользоваться схемой эвакуации, ведь как только прозвучит пожарная сигнализация, ученики должны организованно покинуть классы, спуститься по свободным для безопасного прохода лестницам, покинуть здание и оставаться в безопасном расстоянии от школы. Подобные мероприятия часто проводятся в нашем городе, но чаще внимание уделяется детским учебным заведениям. Безопасность ребенка для спасателей всегда на первом месте. Сотрудники МЧС не только предостерегают представителей молодого поколения от несчастных случаев, спасатели также получают отличную профессиональную практику, которая очень важна в их непростом и ответственном деле. Все действия оцениваны на оценку хорошо пожарных подразделений, все вопросы отработаны, подразделения прибыли в назначенное время, то есть по городу у нас подразделения должны прибыли в течение 10 минут, они прибыли в течение 5 минут и условный пожар был ликвидирован в течение 10 минут. Все отработали на должном уровне. Конечно, при возникновении настоящего пожара паника неизбежна, но предсказать события, которые могут произойти на месте происшествия, возможно, поэтому с учениками старших классов сотрудники МЧС провели еще одну довольно сложную операцию. Согласно данным спасательной службы нашего города, возгорания стали происходить чаще прежнего. Из-за неосторожного поведения некоторых жителей нашего города случались возгорания, которые плачевно заканчивались как для виновников пожара, так и для их соседей. Обстановка с пожарами в городе Конаково и Конаковском районе стабильная, но есть небольшое увеличение гибели людей при пожарах. Основными причинами пожара являются неосторожное обращение с огнем, в основном в нетрезвом виде, и также неправильная эксплуатация электрических приборов и отопительных печей. Так как сейчас начинается уже подготовка в осенне-зимнюю пожароопасному периоду 2015 года, сотрудниками отдела надзорной деятельности также проводятся профилактические мероприятия с жителями города и района. Пожарные учения следует проводить как можно чаще, ведь такие мероприятия приносят огромную пользу не только взрослым, но и представителям юного поколения. К тому же сильные и смелые сотрудники МЧС могут вдохновить девчонок и мальчишек связать жизнь с замечательной профессией спасателя.